Несколько месяцев назад ко мне в руки попал очень необычный граммофон. Его необычность в трубе, встроенной в крышку. Он изготовлен в начале 20 века в Бельгии, но обо всем по порядку. Когда граммофон появился, его вид был очень печален. Корпус имел множественные бытовые дефекты и следы обывательской реставрации паркетным лаком с прилипшими волосами от кисти. Ну а труба в крышке корпуса, видимо, использовалась для хранения каких-то железок и они очень сильно повредили краску трубы. Еще один характерный след обывательской реставрации это неровно обрезанные края. Удивляюсь, как можно ножницами так криво обрезать. И обязательно на всех деталях, конечно же, граммофон не разбирали и на всех деталях остаются следы паркетного лака. С хрома их никто даже не пытался удалять. Ну а вот самый главный предмет, который восхитил меня, это труба. Она выполнена из пластика, поскольку пластика в начале 20 века не было. Использовались старые пластинки, из них сплавили вот такую баклушу. В дальнейшем на токарном станке из этой баклуши выточили кастрюлю, которая усиливает звук, находясь в крышке граммофона. Резонирует эта труба отлично, я слышу отражение своего голоса. Конструкция механизма довольно примитивная. Пружина, двигатель и маховик, который вращает пластинку. После реставрации и внешний облик и звучание граммофона значительно изменились. Смотрите сами. КОНЕЦ КОНЕЦ